Евросоюз начнет подготовку к созданию специального трибунала по преступлению агрессии. Комитет министров Совета Европы поручил генеральному секретарю подготовить документы для заключения соглашения между Украиной и Советом Европы о создании такой институции. Сегодня мы стали на шаг ближе к привлечению к ответственности высшего политического и военного руководства России за войну против Украины и украинского народа. Важно отметить, что этим решением Совет Европы выразил свою готовность к созданию специального трибунала под его зонтиком. Андрей Сибига, первый заместитель министра иностранных дел Украины в Фейсбук. Решение Совета Европы – это большой шаг вперед, говорят эксперты, поскольку создание трибунала перешло от обсуждений к реализации. Каждый такой шаг приближает нас к доказательству неизбежности правосудия за преступление агрессии против Украины. Мы продолжаем работать над тем, чтобы полноценно функционирующий трибунал осуществлял это правосудие. Это критически важно не только для всех украинцев, пострадавших вследствие российской агрессии, но и для всех народов, стремящихся жить в мирном и безопасном мире. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины в соцсети ИКС. Трибунал для российских преступников однозначно не может быть компиляцией Нюрнбергского и Токийского трибуналов. Их создали после поражения стран-агрессоров, а спецтрибунал по преступлению агрессии для Путина может появиться уже до конца 2024 года. Нюрнбергские и токийские трибуналы были созданы до появления Международного уголовного суда. Сегодня же МУС имеет юрисдикцию по расследованию различных категорий преступлений, в частности, военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Но существует пробел в юрисдикции относительно преступления агрессии. Мы стремимся восполнить этот пробел через создание соответствующего трибунала. Денис Маслов, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, в интервью агентству Украинформ. Как именно будет создана институция, Украина и страны-партнеры пока не договорились. Обсуждают три варианта. Первый – работа трибунала на основании решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Второй – на основе многостороннего международного соглашения. Третий вариант – гибридный трибунал. Речь идет о создании специального суда внутри украинской системы правосудия. Киев, в свою очередь, настаивает, что трибунал должен быть международной институцией. Именно такой трибунал международный сможет, ну говоря по простым языком, сможет сломать иммунитеты главы государства, министра иностранных дел и премьер-министра Российской Федерации. Этого внутри страны мы сделать не можем, потому что, ну, эти решения будут на международном уровне, они будут нелегитимными. Поэтому нам нужен специальный трибунал. И правда еще состоит в том, что нету в мире такого суда, где можно осудить Путина сегодня, прямо конкретно посадить его за начало войны против Украины в 2014 году или за начало большой войны агрессивной широкомасштабной 24 февраля 2022 года. Решение создать специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины поддерживают 44 страны. В начале апреля 2024 они подписали совместную политическую декларацию восстановления справедливости для Украины. Разместить институцию на своей территории планируют Нидерланды. В июле 2023 года в Гааге начал работу Международный центр расследования преступлений и агрессии против Украины. Там следователи из разных государств готовят дело, которое и передадут в специальный трибунал. Валерия Никипелова для телеканала Freedom.